Пацаны, тире я сам очень люблю. Тире это заебись. Мне кажется, что тире лучший знак припинать. Я еще люблю скобки и внутри скобок тоже скобки. Вот. Ну то есть понимаешь, что такое двойной мир. Кавычки в кавычках. На первый взгляд кажется, что это умение не самое важное для видеолюбителя, но это только кажется. Потому что в конечном итоге мы запросто можем столкнуться с вариантом, когда придется кого-то о чем-то расспрашивать на камеру. И вот эти вот небольшие знания, навыки, которые я сейчас расскажу, они очень пригодятся. Алиса, кто такой Дмитрий Глуховский? Ой, блядь, сейчас начнется. Конечно. Нашла ответ на wikipedia.org. Слушайте, российский писатель и журналист. Автор романов «Антиутопия метро-2033», «Метро-2034», «Метро-2034», «Метро-2034». Сейчас ее час так будет перечислять, потом спасибо. Рассказы о родине. Спасибо, Алиса. Стараюсь. Я когда приезжал впервые в Москву, вот, ну, там, из Ладикавказа, я читал твою книгу в метро. Спасибо, это очень трогательно. Нет, 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 я потому что очень много ездил в метро, это было там. Вот. То есть я в какой-то степени тебе показал тот город. Ну, видишь, поэтому такой классный. А скорее благодаря твоей книге он отвлекся от прекрасных лиц вокруг него, потому что в метро-то как раз самое лучшее в книгу смотреть. Ну, мне кажется, да, 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 да. Это было прикольно, на самом деле. И что, как дела? Ничего, я же здоров, как у вас. Все хорошо, да. Не знаю. Фигачим. Фигачим. Вот скажем, как ты решил стать писателем? Как я решил стать писателем? Был такой момент. Пиздец вопрос. Я знаю, это вообще максимально. И ну, и просто ростовщики планы, и потом. А были курьезные случаи во время того, как ты писал. Вот ты вот зря подъёбываешь, потому что на самом деле… Нет, я хочу другой вопрос. Вот что ты сейчас смотришь? Вот ты что-то смотришь сейчас? Я что сейчас смотрю? Я собираюсь начать, конечно, «Игрю престолов». Новый сезон. Новый сезон. А из сериалов, что я последний смотрел? Я начал смотреть. Я посмотрел… Я начал смотреть… На Нетфликсе была какая-то шляпка. А, я начал смотреть про Мотли Крю, сериал. Да, хороший. Там начинается сцена сквиртинга, когда летит биологическая жидкость из женщины в камеру. Это было мощно. Но потом, оказалось, не так себя весело. Потом опять какое-то мыло пошло. Я думаю, что так будет всё время. Но для этого есть как бы порнхаб. Для всего остального есть мастер-карт. Вот. Значит, что ещё я начал писать? Мне было три года. Я не знал, что было сквиртинг. Я вот сейчас объясню. Чувак, вопрос-то был на самом деле по делу. Потому что обычно жизнь устроена так. Ты начинаешь писать книги, а потом вдруг решаешь стать писателем. Все вот эти истории про… Прости, ты просто начал с трёх лет. Когда я такой типа… И тогда я взял в руки книгу, открыл её. И она открыла мне удивительный… Это всё пиздёж. Хотел написать книгу, да, небось? Я… Нет, мне было три года. Папа принёс с работы пишущую машинку. Папа, значит, переводил стихи с сербского языка на русский и работал на радио. И мне эта машинка пишущая попала в руки. Папа вместо того, чтобы играть со мной, играл с собой. И, значит, этот образ отца, который на кухне пишет что-то, стучит по клавишам, курит, меня очень впечатался. Как бы в образ, когда папа ушёл на… Сознание впечатался. Когда папа ушёл на работу, я завладел пишущей машинкой и начал. Сначала у меня были потрясающие рассказы про зверей в лесу. Ну, собачку, кошечку, лисичку, волчка и мельмешку. Ну, потом я, значит, постепенно прогрессировал, перешёл в политическую колумнистику, писал про дедушку Ленина. Это где, годам к шести? Годам к шести, совершенно верно. Ты читал мои интервью какие-то. Вот. И потом уже перешёл к детективам про работу советской милиции, потому что я очень старенький и был застал ещё советскую милицию. Ну вот. И как-то понеслось. Потом фантастика. И вот так, логически совершенно, я пришёл к написанию романа «Метро-2033», который начал писать в школе. Но работал ты при этом ещё журналистом. Работал журналистом. Ну, то есть как бы ты писал, писал, и твоё призвание, конечно, было писательство, но зарабатывать приходилось написанием гораздо более других, скучных текстов. Нет, не сказал бы. То есть меня привлекали две профессии одновременно. Профессия писателя. Ну, просто потому что мне нравился образ пишущего человека. И у меня были всегда проблемы с воображением. Мне было некуда его девать. А с другой стороны, мне нравилась работа репортера. То есть не просто журналист какого-то, а репортер. Это путешествия, какие-то командировки. Потому что и папа мой иногда отъезжал в некоторые командировки. А самое главное, что у меня дед мой был в своё время главным художником журнала «Крокодил». Это был главный истерический журнал, который кормил доходами от продажи журнала в газету «Правда». Газету «Правда» никому нахуй была не нужна. Все понимают, что это не совсем правда. А журнал «Крокодил» продавался три раза вместе. Его раскупали. Не было в киосках через полчаса после того, чтобы начали продавать. И дед там был главным художником фактически. И будучи главным художником, он мог себя отправить в любую командировку. Чем он занимался. То есть он не вылезал из поездок по всему Советскому Союзу. Это Камчатка, Чукотка, это Кавказ, это и Памир, это ещё и Куба, и ГДР, и Польша. И притаскивал нереальное количество каких-то историй и артефактов. Весь дом, у них вся квартира была заставлена какими-то моржовыми бивнями, какими-то статуэтками, какими-то фотографиями откуда-то. И, разумеется, его этюдами с Памира, допустим, его этюдами с Чукотки. В общем, очень круто. И я поэтому находился под сильным впечатлением от деда и от отца, который, значит, один из них просто ездил везде, отовсюду привозил какие-то трофеи, а другой как бы был ещё и журналистом, и какие-то истории привозил. Был такой магнитофон с микрофоном на проводе, с кассетой, на которой надо было всё это записывать. Такой это был очень модерновый кассетный магнитофон, не на бобинах, а уже на кассете. И как-то вот дух приключений, романтика, корреспондентская, именно репортерская работа мне оказалась всегда чем-то таким потрясающим совершенно. Поэтому я стремился одновременно в журналистику, и пошёл я учиться сразу на журналисты. И параллельно всё равно как-то для души, там, всю школу. Я писал фантастический роман. Вместе с товарищем мы ввели моду в нашем классе на эту историю. А это было 2000? Я начал учиться, мне скажу, у меня сейчас 39, вот 40 исполняется. Я начал учиться в 85-м, и закончил в 96-м. Но это был какой-то, соответственно, с 85-го по 96-й в Москве. И вот ты начал писать, соответственно, метро. Я начал писать, ну, то есть пить вот эти мои... А чем ты вдохновился? Ну, метро, когда начинаешь читать, оно же похоже на фолом. Мне кажется, ты только что сказал про то, что метро – это как будто репортаж из того времени. В какой-то степени? Ну, как Гонзо, как... Так и есть, так и есть. Ну, Fallout, разумеется, да, но не только Fallout. Я бы сказал, что раньше, чем Fallout, меня впечатлил Fallout, вот какой год? Вообще, первые Fallout, мне кажется, я в Fallout играл, когда уже в университете учился. Мне кажется, 98-й, да, что-то такое, да. До Fallout меня очень впечатлил, во-первых, конечно, Mad Max вышел первый в то время уже. Во-вторых, были... Ну, во-вторых, я большой фанат Стругацких. И у них есть, ну, разумеется, спикник на обочине. А во-вторых, у них есть такая книжка «Град обреченный» называется. И там про то, как чуваки едут через заброшенные города, где нет никакой жизни, где брошенные квартиры, они там пробираются, пыль. Потому что это не столько про ядерную войну и про страх ядерной войны, с моей точки зрения, а про то, как ты оказываешься в каком-то заброшенном городе, откуда люди исчезли просто. И ты вот один, как новый там какой-то хозяин или исследователь этого города, проходишь через все эти огромные какие-то заброшенные городские пространства. И вот это ощущение романтики заброшенных городских пространств – это, мне кажется, ключевое вообще эмоциональное какое-то наполнение во всех книгах «Метро». То есть, ну, то есть, есть там другие постапокалиптические произведения. Разумеется, я не придумал этот жанр. Но для меня вот это именно ощущение, как во снах такое бывает иногда. Город пустой, и ты идешь по нему совершенно один. Ты, во-первых, можешь делать в нем все, что хочешь, а во-вторых, как бы он весь состоит из каких-то брошенных, обломанных, законченных человеческих жизней, и ты можешь только довоображать, дофантазировать себе, что там такое было. И вот с этого началась, мне кажется, то есть потом присоединилась к этому Fallout, конечно. Но это вот, если брать такие референсы, это прежде всего Стругацкий. Потом это вот, ну, Mad Max, допустим. Потом у Железной была такая еще история «Долины проклятия», где они там на каком-то броневике прорываются через… Ну, это тоже по духу, скорее, как Mad Max. Ну, и потом Fallout, конечно. Fallout – это, как и все американские истории про конец света, это история про то, что правил больше нет, можно, значит, хуячить соседа бензопилой, ничего тебе за это не будет. Fallout еще хорош… Он, понимаешь, он очень ироничный. Конечно. Именно потому, что они не могут всерьез это все воспринять. Потому что они никогда не жили в настоящем постапокалипсисе. А мы, как в него вселились в 1991 году, так из него не вылезаем, по большому счету. У нас как бы зомби-ленд, сука, за МКАДом начинается. Вот я хотел спросить, почему в России не приживется зомби-тема? Потому что… Ну, и понятно, что это типа пародия, это такая метафора офисного планктона и так далее, и так далее. Ну, потому что любая фантастика – это эскапизм. То есть ты заменяешь реальность, которая тебя не устраивает, реальность, у которой тебе хотелось бы попасть. Если у тебя сейчас все плохо, то ты хочешь туда, где хорошо. Если, допустим, у тебя скучно на Земле, ты хочешь в космос. Если ты недолюбленная старшеклассница, ты читаешь романтическую фантазию про вампиров. А вампиры – это вообще история про дефлорацию, по большому счету. Хочется, колется, мама не велит. Если он тебя любит, он подождет. Ну, и так далее. Лет триста. Не, ну, вот, допустим, вот этот фильм. Один из моих любимых фильмов про зомби. Это «Добро пожаловать в Зомби-Лэн». Да, это единственный классный фильм про зомби. Мне еще нравится очень «Я легенда». Вот как раз-таки вот эта идея, что ты остался один в городе. Вот, ну да, да, да. Вот такое бы могло быть. Вот просто представьте, что этот фильм про Москву. Это бы сработало? Мне кажется, что если вот начнется зомби-апокалипсис в России, его первые несколько дней никто не заметит. Это понятно. Это старая шутка. Но вообще, в целом, вот такое бы зашло. Ну, вот видишь, метро же это как раз... Блин, метро это другое, потому что все-таки тут именно хороший контекст конкретно московского метрополитена, который один из лучших в мире. Там действительно, когда читаешь, там есть ощущение, что ты передвигаешься по городу. То есть там раз... Ну, конечно, да, да, да. Я имею в виду, знаешь... ВДНХ там или это там Сухаревская, да, вот это вот все. Знаете, могу сказать, что такое метро, чем отличается это все? Метро, оно пропитано ностальгией по утраченному вчерашнему дню. И это очень такая наша современная русская тема. И она связана с имперской ностальгией. Мы были империей от края до края, многонациональной, мультикультурной. Под нами плюс была Восточная Европа. Жизнь у нас была полное говно. Но, то есть как бы каждый из нас был муравьем, который можно раздавить, женщине послать нахуй. Но, как муравей, как термитник, вокруг мы наводили страх и ужас на всех. И нас боялись разные другие зверушки, проживающие в этом лесу. Потом термитник проебался, как бы, и мы остались, скажем, сам по себе. Возможности получить какое-то уважение к себе в жизни мы не ощутили. Мы так и остаемся бесправными муравьями. И мы очень скучаем по тем временам, когда хотя бы мы имели возможность ощутить гордость, уважение к себе. Когда был муравейник. Она нас очень тянет в этот вчерашний день. И метро немножко по другой причине, но тоже описывает мир, который был до апокалипсиса. И мир, который развалился. То, какими мы были великими, какими мы были могучими, как у нас все было. Мы были хозяевами земли. И потом все это по ошибке, по недосмуту, по оплошности потерялось, проебалось. И больше этого ничего нет. И мы скучаем по вчерашнему дню. И косплеем вчерашний день. И косплеем вчерашний день. Совершенно верно. Есть у нас там Рейхер, есть у нас там эти, они между собой там это. Движуха та же самая, но типа... Но в карликовом масштабе. В карликовом масштабе. И именно узнаваемость делать метро, и вот эта тема тоски по вчерашнему дню, которой не вернуть, такая светлая какая-то печаль. И этим оно очень отличается, разумеется, от западного апокалипсиса, который просто повод повеселиться как следует. Любой западный апокалипсис – это вечеринка большому счету. Вот тебе дубина, вот тебе бензопила, вот тебе шотган, давай, твой вчерашний сосед больше не сосед, а зомби, можно ему снести башку, это классно. Добро пожаловать, Зомбилан. Добро пожаловать, Зомбилан. Ты помнишь, там был нереальный крутой момент, когда они разъебывали магазин? Идейский магазин этих. Как это зовут, чувака из дня сурка? Вот он мне больше всего... Билл Мюррей. Билл Мюррей, вот это был лучший момент. Который вжился в образ зомби. Когда они докурились, он говорит, оденет костюм, с этим костюмом бегал и так далее. Ты, кстати, говорил про Стругацких. На самом деле, мне кажется, что братья Стругацкие абсолютно недооценены нынешним поколением. Потому что это реально самые великие научные фантасты вообще. Абсолютно, я согласен с этим. Я немного читал, но то, что я читал, у меня... Вы знаете, у них был за миллиард... Я вот как раз один из тех, кто... Слушай, ты читал за миллиард лет до конца света? Это же просто пиздец. Сейчас как-то назывался, про вселенский гомеостаз. Это про прокрастинацию, на самом деле, история. Ну, я когда-то почитал, я такой, типа, вау, знаешь, ну, это реально круто. Я всех Стругацких перечитал в школе. Я прям... Ты знаешь, я вот в школе очень много читал фантастики. И я как вот полюбил, там, например, Роберта Шекли, знаешь. Спасибо, что не Гарри Гаррисона. Гарри Гаррисон, просто я сейчас под стол залез, там, начал выйти от ужаса. Тебе не нравится Шекли? Мне Шекли нравится. Спасибо, что не Гарри Гаррисон сказал. Это разные... Смотри, смотри. Слава КПСС. У меня были все, конечно, книжки про эту стальную крысу, но я бы никогда не сказал, что это, типа, была великая книга. А вот рассказ, например, какого... А у Шекли, который сейчас, как он был, про... Ну, там, похождение святого Джоэниса, знаешь? Это нет. Нет, у него книжка, которая, на самом деле, копирует, ну, пародирует святое писание. Потому и называется похождение святого Джоэниса. Ну, да. Да, там параллельно просто фигурирует настоящий Иисус, который вернулся. Произошло второе пришествие, а никто просто, ну, не обратил внимания. Он ходит по городу, его раз, и в психушку посадили. А вот Джоэнис, просто какой-то странный чувак, все, наоборот, оу, типа, вот происходит что-то, движуха какая-то. И там много такого. И он, конечно, во многом такой немножко наивный писатель, но мне прямо очень нравился. Ну, я говорю, что, ну, точно, что научная фантастика нужно читать. Просто у многих отношение к научной фантастике именно, бля, это фантастика. Нет, ну, именно слово научная фантастика. Ну, типа, знаешь... Это же антинаучная фантастика. Я бы так сказал, что фантастика в любом случае, а, ну, это презрительные отношения, потому что это, типа, ненастоящее. Да, но это же невероятно сильно развивает воображение. Нет, почему презрительные? Хорошая фантастика – это всегда метафора. Почему? Как и любая хорошая сказка. Это способ не напрямую, а через аллюзии, через сравнение, через намеки поговорить на тему, на которую иначе поговорить нельзя. Ну, допустим, телек у нас находится как бы в состоянии неполной свободы, скажем так. Есть фантастика, эй! Или в советские годы, тем более. Возьмем в советские годы. Зачем говорить о сегодняшнем дне? Поговорим о советских годах. Когда у тебя обычная литература, так называемый мейнстрим, находится под полной, значит, под полной цензурой и под полной контролем государства, телевизор вообще бубнит непонятно какую-то пургу, угонит официоз, переключаешь канал, никакого эффекта, все одно и то же. А газета, значит, в газете «Известия нет правды», в газете «Правда нет известий», как известно. И вот есть фантастика. И в фантастиках – это же просто придурочные сказки, правильно? Поэтому необязательно их вычитывать и подвергать цензуре от и до. Поэтому давайте поговорим на тему свободы и несвободы. Давайте поговорим на тему, зачем Советский Союз лезет в Африку. У них там есть целая серия у Стругацких прогрессоров. Это про то, как земляне из мира счастливого коммунизма прилетают на отсталую планету, например, трудно быть богом, и пытаются там что-то сделать. А люди там в это время едят на этой планете других людей, и это нормально. А ты прилетаешь, и стоишь, и говоришь, не кушайте людей, это некрасиво, нехорошо. Они говорят, да пошел ты нахуй, блядь, что ты на нас будешь учить, ты вообще кто такой? И на самом-то деле это происходило одновременно с тем, как Советский Союз пытался там модернизировать Латинскую Америку или Африку. Сопоставлял оружие, миллиарды, технологии в обмен на сахар и бананы. Ну, разумеется, это было оправданием советской колониальной политики, потому что это был колониализм, это была борьба за сферу влияния в тех зонах географических земли, откуда отступил западный империализм. Типа причины, по которым мы туда лезли, причем хотело лезть туда начальство, да, это понятно. Но де-факто мы просто боролись за сферу влияния. Так или иначе, чтобы объяснять все это население, мы помогаем, мы движем их вперед. Спасаем. Мы спасаем, мы пытаемся принести будущее к ним. В Сирию, в Африку, да, прости, забыл. В Сирию мы тоже пытались. Папаша этого Асада, другой Асад, Хафиз Асад, это наш давний клиент. Мы, может, ему поставляли то самое химическое оружие, которому там курду все отравил или ворак. Anyway, что я хотел сказать, что в то время это оправдалось необходимости, как будто бы людям помочь вытащить их в Средневековье и продвинуть куда-то в будущее. У нас была цивилизационная миссия. Но возникает вопрос, вообще, почему мы даже этим заниматься? За наши деньги, как бы, за счет наших жизней. А во-вторых, может ли вообще быть прогресс цивилизационный ускорен? Или людям нужно дать просто 100 или 200 лет, и они доразовьются? Вот ты, кстати, думаешь, может быть ускорен? Я считаю, что он может быть ускорен, знаешь, за счет глобализации. А я думаю, что нет. Я думаю, он уже ускорен. Нет, мне кажется, что вот история про условного Трампа, условия про… Это вот демонстрация того, что когда у тебя, значит, происходит неравномерное ускорение, вот у тебя есть условно-прогрессивная часть, которая живет в 2119 году, они уже обсуждают какие-то такие вещи. Да, можно ли пол менять, справа на ленту. Можно ли менять, можно ли быть гендеро-флюидом чего-нибудь. И вот у тебя есть люди, у которых вот закрылся завод, они остались без работы, они условно открывают эту кармическую газету, интернет, неважно, и они видят там, что вот там им сообщают, что вот как бы важно про гендеро-флюиды говорить, про гендеро-флюидов, а у них вот такая история. И в конечном итоге это такой, те люди, которые не успели за прогрессом, да, которых оставили позади, они раз и делают свой ход. Потому что, и это естественно, я, например, тоже в каких-то вещах смотрю, при том, что я там мню то себя, мы все мним себя, по крайней мере я, это прогрессивными людьми, да, но какие-то вещи в себе замечаю, которые я точно понимаю, что мне не изжить, и они точно вот в прошлом, знаешь, типа вот они у меня остались, и они закончатся, когда я умру, единственная надежда, что вот типа у моих детей их не будет, значит, я это не передал, значит, все хорошо, типа. Смена поколений, это единственный гарант прогресса, абсолютно. Слушай, ну, значит, что я могу сказать? Что касается Трампа, во-первых, любое действие рождает противодействие, и любая акция рождает реакцию, это очевидно совершенно. Потом любой прогресс, во-первых, после определенного перегиба, идет движение в другую сторону. После французской революции последовал термидор, то есть, да, это, ну, как бы революция и контрреволюция. Во-первых, потому что перегиб начинает разрушить какое-то количество людей, а во-вторых, потому что любое движение в одну сторону оставляет кого-то за бортом. Как ты правильно сказал, в США, как бы, сотрой, сотрой, ну, те, кто работал просто тупо на промышленность, они, конечно, проиграли, потому что соображений, там, переноса производства в страны, где гораздо дешевле рабочие силы, забрали завод, перевезли в Китай. Кто-то на этом, разумеется, наварился. Кто-то от этого проиграл. Все равно, в любом случае, Соединенные Штаты от этого выиграли. Да, конечно, как экономика. Конкретные люди остались за бортом, да. И то, что, ну, просто Соединенные Штаты, видишь ли, в отличие от государств, где большая доля социалистической модели присутствует, это страны, где люди предоставлены сами себе. Вот если ты можешь что-то, ты станешь миллиардером в 30 лет, а если ты ничего не можешь, ты умрешь под мостом. Там до недавнего времени не было даже настоящего обязательного медицинского страхования. То есть, как бы, ты занимаешься своим здоровьем, ты можешь жить 90 лет. У тебя нет денег, или ты забил болт, как бы, ну, ты умрешь, там, не знаю, в 60 лет, как в России, там, от проблем, связанных с сердцем, сосудами или от онкологии. Но при этом, разумеется, как бы, общественная мораль, она ориентирована на то, чтобы люди добивались, культ успешности. Все к чему-то рвутся, все куда-то стремятся, но, получается, не у всех. При этом те люди, у которых все-таки это получается, тащат за собой мировой научный прогресс, тащат за собой, разумеется, развитие финансовой сферы, технологии, и культуру тоже в очень большой степени. Потому что мы все равно сегодня находимся в пространстве американской популярной культуры. Это да. Сто процентов. Но лучше них никто не умеет работать с аудиторией, будь то аудитория один человек, либо миллиард человек. Ну, слушай, пока тот же, типа, бои без правил, пока ими не занялись, типа, ничего. Американцы, они этим занимались 20 лет, братан. Это не вот, это больше 20 лет, это не вот просто вот сейчас появилось, знаешь? Да-да-да, я тебе просто это превратилось в настоящее шоу с... Там конкуренция очень высокая. Конкуренция, конечно, да, конкуренция, конкуренция. Почему в школьной программе так мало фантастики? Потому что вот именно, потому что это неправда, или... Слушай, ну, проблема с школьной программой заключается в том, что если ты не прочитаешь определенные вещи в школе, ты не прочитаешь никогда. А, ты думаешь так? Ты все прочитал, все, что было в школе? Я, ну, старался прочитать все, что было в школе. Но это же было скучно, явно для тебя. Это было дико скучно, я ничего не понял. Как и никто ничего не понял. Слушай, ну, как можно читать военный мир в школе? Ну, как можно читать преступления в школе? Особенно Достоевский Это самая крутая история Тебе 14 лет, тебе 15 лет И ты такой Ну вот теперь поговорим, друзья, о том, каково это Потерять Бога и найти его снова Ты такой Ну хуй знает Я как бы еще перед тем первым разом Еще ты ничего В 14 лет можно поговорить о мастурбации Да, действительно Можно поговорить о том, как не зассать Когда тебя вызвали на стрелку Это релевантная тема для 14 лет Ну, конечно же, мальчикам, подросткам Очень интересные приключения Открытие мира Мало приключений в школьной Никаких А темы, которые поднимают 40-50 летние мужчины Прошедшие давно Уже через первую любовь Расставшиеся, заново с кем-то познакомившиеся Влюбившиеся Забывшие, что такое любить И не умеющие это сделать снова Бросившие семью Терзающиеся тоской Находящиеся Когда уже тестостерон припал Значит, в каких-то экзистенциальных исканиях Раздающие вопросы Как бы Ты туда не пришел еще Я просто по себе чувствую Я думаю, что любой человек Когда ты вот сейчас Возьмешь, перечитаешь Книги, написанные там 30-летними мужиками 30-летними Ты скажешь Вот как точно сказано Господи Да оказывается, толстой-то Воевав на Кавказе Тогда Еще столкнувшись с кровью Со смертью и так далее В первый раз для себя И так точно, и честно, и минималистически сказано Ебать Понимаешь? А ты от школи Ты думаешь, что за хрень какая Ты просто запоминаешь механически В «Войне и мир» Ты ищешь сцены, где они там Из пушек друг к другу стреляют А девочки Сцены подготовки к балу Потому что это как На дискотеку пойти Ты тоже волнения такие Там посмотрят, не посмотрят Как я выгляжу А есть такое, что некоторые писатели Когда пишут Они просто выебываются тем Смотри, как я могу написать Конечно Разумеется, большинство Большинство Ну конечно Эти слова же не нужны Там еще вот эти знаки применения Знаешь, вот я там Точка с запятой А я тебя люблю точку с запятой Так не трогай Я тебя люблю точку с запятой Слушай, я просто этого начал писать точку с запятой Потому что увидел Вау, как прикольно Прикольно смотрится Ошибки нету Если точка с запятой Нет, пацаны Тире, я сам очень люблю Тире Это заебись Мне кажется, что тире Лучший знак применения Я еще люблю скобки Я еще люблю скобки И внутри скобок тоже скобки Вот Ну то есть, понимаешь Двойной мир Кавычки в кавычках А ты вот кавычки, когда внутри кавычек ставишь Ты их другие ставишь? Ну типа там же в айфоне есть Одинаковые Я хочу, чтобы было, знаешь Когда ты с зеркалом смотришься в зеркало Да, чтобы такое было И вот так же я насыщаю все скобками Чтобы было разъемо Нормально, нормально Так можно суженого вызывать на святки Девушки гадали, ставили Так что старший Тимур Из зеркального коридора может выйти суженый Суженый в кавычках Суженый Суженый Давай поговорим о литературе в школе Ведь по сути нас просто там же заставляли читать Они не заставляют понимать прочитанное Нет такого Вот у вас нет такого Вот у вас было такое Потому что они тебе вот типа заставят Нет, подожди, у них там есть программа Напиши изложение То есть расскажи своими словами Вот, подожди Это та часть, которую вот на самом деле Очень сложно Никто не объясняет толком, что это такое Я никогда не понимал, что это такое Вот напиши изложение Хуже, чем вот сочинение Напиши сочинение Потому что, ну ты школьник Ты ходишь в школу А значит, мне кажется, неправильно ставят вопрос Потому что сочинение Это же как бы твоя там, знаешь, мини-рецензия На кинопоиск Тебе никто, вот там забывают вот эту хуйню Сказать, что это твоя мысль Это твой отзыв Ну, это отзыв о книге А тебе говорят, напиши сочинение То есть если мне вот, ну, условно говоря Сейчас переменую там Напиши отзыв, напиши комментарий Большой комментарий на страницу К этому тексту Мне кажется, люди бы проще справлять Потому что сочинение Ну, типа, я должен сочинить сейчас что-то на то Что кто-то сочинил Самое хуевое, что ты должен сочинить Чтобы кого-то удовлетворить, да Ты такой, знаешь, вот эта типа логика Что нужно написать, что от тебя хочет учительница То есть что типа Да, в Чехове есть рассказ «Крыжовник» И там рассказ про то, что, значит, жил-то был чувак Который чиновник какой-то И он всю жизнь мечтал только о том Что он закончит однажды быть чиновником Выйти на пенсию и посадит крыжовник у себя На даче где-то там, не знаю, рядом с домом И он так мечтал об этом всю жизнь Значит, что он, в конце концов, выходит, сажает Крыжовник вырастает Он его собирает и ест Крыжовник кислый, он лежит и улыбается Я написал комментарий, что да, можно понять Человек всю жизнь к этому ушел И какая разница, кислый крыжовник или не кислый Понимаете, дело в том, что он пошел на такие лишения Я столько отказался, что можно понять И мне лично эта история кажется трогателем Мне поставили, типа, трайбан с минусом Потому что я, типа, не так изложил идею классика Потому что Чехов иронизирован этим человеком Да пошел в жопу Чехов Бля, как можно понять иронию в школе? Как можно понять, что Чехов иронизировал? Как учительница могла понять, что Чехов иронизировал? Ну, Чехов иронический писатель, наверное, поэтому Она знала, что он иронический Так он, может быть, двойная ирония Он писал текст и такой, типа, все будут думать, что я иронизирую, а я нет Другой стороны, мне кажется, у Чехова была симпатия к маленькому человеку То есть нечего высмеивать маленьких людей Высмеивай, блядь, царя А что маленького человека высмеивать? Маленький человек, надо войти в положение Разобраться в его мотивациях И все мы, на самом деле, такие уж большие люди Что нам друг над другом смеется? Мещанство это он высмеивает? Я не знаю, мне кажется, во всем этом Можно разобраться и понять человека Да, он жует Крыжовник полное говно вырос Он его жует, но зная, через что он прошел Ну, как бы, я вижу больше глубины в том, чтобы разобраться В том, почему он улыбается Чем сказать, какой мудак, Крыжовник, ты кислый Ты понимаешь, о чем я? Да, я понимаю, мне кажется, что тут еще, знаешь, история Вот про некую косность И это история о том, что, ну, твоя интерпретация Вполне заслуживает места быть Ну, четверочки хотя бы Не-не-не, здесь разговор о том, что Возможно, этот текст, когда он был написан, он был охуенно ироничный, знаешь А сейчас перестал быть Почему-то вот это забывается, что Тексты, которые родились в одном обличье Могут превратиться в совершенно другие, да? Ну, на самом деле, в этом проблема сатиры вообще И, ну, условно говоря, жанр, в котором вечером, днем в газете, вечером в куплете, да? Когда ты иронизируешь над остро актуальными какими-то вещами Разумеется, все это выветривается Потому что актуалий меняется каждый день И социальная повестка, и политическая повестка Мы живем в другом мире И все, что это было классно Потому что обыгрывал Остро актуальные какие-то события сегодняшнего дня Послезавтра уже непонятно людям И не читается И все это утрачит А живут вечно вещи, посвященные неприходящему человеческим страстям Устройству человеческой души, взаимоотношениям и так далее В результате Ты не думал что-нибудь написать для Netflix, какой-нибудь сериал? Или ты что-то делаешь? Я думал, на самом деле, вот сериал, который я сейчас сделал для шведской компании Storytel Вот и практически сериал готовый для Netflix То есть это история, ну, такая совершенно, во-первых, она постапокалипсическая На Netflix, мне кажется, есть небольшой дефицит постапокалипсической истории Тем более сейчас у них все вынут, все супергерозкое кино Да, 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 Дисней же все заберет А потом Netflix, кстати, еще закоммитился на то, что у него должно быть теперь чуть ли не до 60% международного контента То есть это больше не будут сериалы американские для всего мира Они будут еще больше делать ставки на немецкие сериалы, шведские сериалы, российские сериалы и так далее То есть они хотят диверсифицировать контент Даже есть история про то, что они хотят поручить искусственному интеллекту автоматический дубляж Чтобы ты больше не был вынужден смотреть себе мозг на шведском и читать субтитры просто на английском или на русском А чтобы ты мог сразу в дубляже это смотреть И у них реально вбухиваются какие-то огромные деньги в искусственный интеллект Который должен прям чуть ли не в режиме реального времени все это дублировать и переозвучивать Ну и для Нетфликса, мне кажется, вот эта история, которую мы сделали для Storytel Отлично зайдет Вы ведете переговоры? Нет, 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 нет Нетфликс это next step Но для Storytel эту историю я сделал На самом деле, вот проект, который самый свежий, который выходит сейчас в мае Storytel, значит, как Netflix, только аудио Это подписной сервис, который позволяет тебе один раз в месяц заплатив за подписку получить доступ ко всему их каталогу И они искали какой-то, как и Netflix в свое время, оригинальный контент Нечто сделанное специально для них У меня была с давних времен еще идея вот этого сериала Я сначала думал, для телека Но поскольку там, значит, в этом сериале по замыслу распалось, значит, после войны распалось Россия на куски, на удельное княжество Нет, братан Да, вот На телеке мне сказали мне, братан То же самое сказали мне на телеке Не, братан Слышишь? Сдайте, можно я расскажу историю? Секунду, подожди Надеюсь, Крым не был отдельным княжеством? Про Крым ничего не известно Значит, и они говорят, может быть, что-нибудь вы нам, Дмитрий, сделаете? Я говорю, ребят, у меня есть отличная идея Я вам сделаю сериал, как вот делается для Netflix и для HBO Ну, в меру своих скромных способностей Но аудио То есть это будет написанные вот часовые эпизоды С, как полагается, в сериалах несколько героев, у которых линии скрещиваются по очереди, сцена описана Аудиоспектакль это называлось 150 лет назад Нет, ну аудиоспектакль это аудиоспектакль А здесь у тебя часовые эпизоды Каждый эпизод заканчивается клиффхенгером, как положено Значит, длинные сцены, каждая, которая заканчивается, как положено, в сериалах Поворотным моментом, вот эти вот акты В драматургии, которые, ну там, телевизионный сериал Там, допустим, часовая драма Это там пять или шесть актов Написано так, писалось под рекламной паузой Она бьется там на пять частей, допустим, да, или на шесть частей И каждые там, там, семь-восемь минут что-то происходит И что такое было? И все меняется с ног на голову Или вдруг какое-то там открывается Заценим Да, вот И, значит, я вот прям расписал десяти серийный сезон Под названием пост И вот, значит, там про распавшуюся на куски России От которой осталась Московия В городе, бывшем городе Ярославль По границе Волги проходит Ну, по черте Волги проходит граница Сама Волга отравлена От нее поднимается токсичный зеленый туман И никто не знает, что с той стороны Остался один мост И вот этот мост охраняет пост Значит, и все там вроде ничего Никто оттуда не приходил И вдруг оттуда выходит с той стороны Глухонемой И тут ты должен завесить Монах с хоругой Алиса Глухонемой монах Включи тревожную музыку Могу предложить Хэви Янг Хизенс Песню Монхоллен Драйв Выходит Это экшн-сцена Оттуда Выходит монах Глухонемой Глухонемой Вот только эта музыка Она у нее всегда в голове Только Алиса, спасибо Он просто много слушал такую музыку Скажите босс Одна из самых Знаешь, я очень люблю Вот если мы говорим О таком русском Постаапокалипсисе И так далее Мне очень нравится Книга Кысь Вы же знаете Я вновь Да Татьяна Толстая Да Просто охуенно написанная А тебе нравится книга Кысь? Ну, мне кажется Тимур полюбил ее больше Я-то все время сравнивал С собой Никак не понимал Почему Татьяна Толстая Такая популярная А моей книжки нет Мне пришлось просто Подождать 15-20 лет И все нормально И история все расставила По своим местам Ну, мне кажется У тебя же все про другое Там про другое У тебя про другое Я просто по Кысе Писал выпускное сочинение Серьезно? Да Я считаю Это одна из вообще Лучших книг Ну, выпущена В России Ну, одна из моих любимых Там была тема сочинения Мне очень нравился там мат Мат? Очень сильно Мне очень нравились Там места И как, знаешь Я вот понял В тот момент Знаешь Вот когда я ее прочитал Я вот понял Вот в русских Да? Вот я понял русских Когда там они описывали Вот этот стол За которым они там едят Вот эти тирема Вот это Я вот понял русских Вообще в целом То есть ты такой Типа русский Это значит Такой постапокалиптичный Лубок Нет, нет Ну вот я вот Не могу Вот я тебе сказать Я понимаю Понимаю Я там Мне очень нравились Перечисления книг Какие-то Они были совершенно безумные Я-то вообще Слушай Как человек из Тамбова Я прям Мы Дело в том Что все здесь Не очень русские люди Россию снесли Большевики Мы все советские люди Здесь понимаешь Ну понятно Балалайка Кот на печке Это все Ну в лучшем случае Ассоциация с бабушкой Как бы На самом деле Какая-то новая Совершенно синтетическая культура Была построена Имперская Которая никакого отношения К вышиванкам Там сказать И балалайком И клубку И к охламе Особо не имеет Ты знаешь Что балалайка Вот эта треугольная Она же была выдумкой Типа Российских композиторов То есть балалайка Она была заимствована с Домро И она часто была круглая И в каждом регионе Была своя И буквально там За 20 лет До конца 20 века Композиторы собрались И захуярили То как По их мнению Должен выглядеть Русский оркестр И тогда была придумана В том числе Басовая балалайка Которая была просто Содерна с контрабаса Контрабас в то время был Вот эта вот такая Знаешь Балалайка адовая Такая огромная То есть они сделали Басовую балалайку Балалайку побольше Поменьше И самые маленькие балалайки И они сделали Для них стандартный строй Они сделали Чтобы эти балалайки Были треугольными И это все было придумано Единообразно То есть типа А сейчас Русские будут играть Вот так То есть еще И этой легенде На самом деле Не так уж и много лет И сердце разбиваешь Просто сейчас Прости Прости Русский инструмент Что остается Домра Домра Спрошу тебя Вещи достаточно приземленные Да смотри Я как читал Бретт Эйстон Элис Где он описывает Свою жизнь После того Как он там Выпустил Американский психопат И так далее То есть он Говорит о том Что в тот момент Ну типа писатель Это было там Начало 90-х Конец 80-х Писатели Это были просто Особенно молодые писатели А ты молодой писатель Были просто Все еще Да все еще Были просто ну пиздец Рок-звезды Вот Вот я всегда стремился К тому чтобы быть пиздец Рок-звездой Да Но остался ботаном Понимаешь как бы Ну я иду У тебя есть У тебя куртка Нормально Мотоцикл У тебя был Вот тот момент Признания Вот именно Охуительный Когда тебя все Дергают Ты знаешь Скажу так Но Эти моменты Они всплесками идут Вот сейчас Вот вышла Компьютерная игра И меня два раза Узнали на улице Подошел ко мне Чайк и сказал Чувак Ты Глуховский? Я говорю Глуховский Говорит Можешь сфотографироваться? Я говорю Да Говорит Меня зовут Альберт Я сам из Грозного Дай телефон Я говорю Чувак У меня есть Инстаграм Ты же следишь За творчеством Рамзана Ахмадовича В инстаграме Вот подпишись на мой тоже Вот Он говорит Сфотографируй нас Молодой человек А молодой человек Проходит мимо И говорит Отличные книги И это был единственный Сука раз в моей жизни Когда меня узнало Два человека подряд На улице Никогда раньше Меня больше одного человека Не узнавало И всегда всю жизнь Меня узнавало Может быть 10 человек То есть это И это очень комфортный уровень На самом деле Известности Потому что я не хочу Чтобы когда я иду в Макдональдс Или когда я ковыряю в носу Или когда я пришел С телочкой в клуб Чтобы мне узнавали люди И говорили Ха-ха Так это Саня Чувак То есть сейчас просто Я написал книжку Называется «Текст» В фильме По этой книге Который только что Закончил сниматься Играет главную роль Саша Петров Я два раза был На съемочной площадке Бедный сука Саша Петров Блять Не задохнуть Не пёрнуть Не платит ему Ему платит он Слава Богу Но человек просто Не делает прохода Была сцена Мы снимали На треугольной мануфактуре Саша Петров Саша Петров Это который Гоголь Который Срублевки Который полицейский Срублевки Молодой Саша Петров Это сейчас главная Звезда Значит Я смотрел Звоните Ди Каприо Звоните Ди Каприо Да Вот это Саша Петров И он снимается В фильме Текст По моей книге Текст Каждые две минуты К человеку подходят И говорят Братан Развыграфируемся И это конечно Я думаю Вот так я бы точно Никогда не хотел Значит Что касается Момент узнавания И это Не как бы Ну не звездил ли я Дело в том Что я все время Находился в эпицентре ПР компании То есть я Знал что стоит За этой славой Ну вот ты чувствовал Что ты как бы Часть там Индустрии Всей этой развлекательной Я чувствовал всегда Что я часть индустрии И я никогда Не относился К этой популярности Они говорят Я вообще слова Слава не знаю Ко мне применим или нет Всерьез Я всегда понимал Что вот сейчас Это издательство Оно там берет на себя На работу пиарщиков Пиарщики ставят Там интервью Договариваются Сейчас мы договоримся Будет интервью там Сейчас мы договоримся Будет интервью там И для меня всегда Это был такой Очень механистический процесс Понимаешь Потому что ты журналист И к тому же я журналист Ты с первой дедушки Часы как бы Ты маленький Часы Они ходят На я посмотрите Что разберу Майки пропала И часы собрать Обратно не можешь И маги больше не появится И так далее Ты когда понимаешь Устройство процесса Изнутри Все этот Весь этот Романтический ореол И весь этот флер Звездности Он пропадает Ты перестаешь в нее верить Потому что видишь Конструкцию изнутри Это наоборот И хорошо Хорошо Потому что не мешает Не дает тебе Ты различаешь Самое поганое Что может произойти Это происходит С молодыми звездами Например В ютюбе Что ты можешь Принять свою популярность За всенародную любовь Знаешь И тебе может показаться Что сейчас у тебя Каждый день по интервью И так будет До скончания Твоих дней А на самом деле Час закончится И типа все Абсолютно Это ни в коем случае Нельзя воспринимать Серьез Да Я знаешь Просто наверное Про что говорил больше Что Такого Знаешь Вот просто Если взять Такого Культурного героя В культурном срезе России Как писателя Знаешь Понимаешь Что он герой Писатель Как персонаж Вот как персонаж Известный писатель Знаешь Вот Мне кажется Этот момент в России Как будто бы у нас Писатели Не до конца Не дооценены Мне кажется Наоборот Мне кажется Что в России Писатель Он всегда Наполовину мессии Знаешь Вот есть От него всегда Должно исходить С точки зрения Читателей Да А вот с точки зрения Всей остальной Общественности Да Кстати Вот Может бизнес Да Но я говорю Что проблема С русским писателем Что он всегда мессия Что он вот Когда он значит Открывает рот Или там пишет что-то В этом тексте Ну мы говорили Про русскую литературу Которую всех пичкают Да И ты Главное Что ты выносишь Из этой русской литературы Что там всегда есть Как минимум Второе дно И там еще третье Объяснение такое То есть С чего мы начинаем Что в России Россия страна Несвободная В ней всегда меньшинство Управляет большинством Его угнетая И оболванивая Значит В связи с этим Обычные каналы Массовой коммуникации Газеты Журналы Телевидение Они обычно Обслуживают Просто тех Кто сейчас находится У власти Если это царизм То царя Если коммунист То коммунист И так далее Если Путин То Путин Если Путин То Путин Конечно Значит И поэтому Когда Ты читаешь газету Ты понимаешь Что там правды Как бы не будет Тебе Значит В какой-то момент Может быть Это попадет В официальная пропаганда Обслуживающая Интересы власти Может попасть В точку Где у народа Тоже Что там Тоска по империи Точно давайте Восстанавливаем Советский Союз И люди Купятся И поверят Пока До них не дойдет Через какое-то время Что никто не собирался Ничего устанавливать Просто нужно было Через нас отвлечь внимание Затмить им немножко Точку Перспективу А писатели Как люди Единственные В отличие от киношников В отличие от телевизионщиков Разумеется В отличие от газетчиков Не сидящие Ни на чем бюджете Которые Ничем не рискуют Кроме своего времени И электричества Уходящего на подпитку Компьютеры Это единственная Практически Группа лиц Творческих Которые могут Позволить себе Не подпездывать Которые могут Позволить себе Не обслуживать режим Другое дело Что многие из них Все-таки выбирают Ради того Чтобы регулярно питаться Обслуживать режим Но они могут Сделать и иначе Поэт в России Больше чем поэт Как не смешно Сказал Евтушенко Который агент КГБ Ну покойный свет И работал В нужном направлении Для партии В отличие от Бродского Но при этом Сформулировано точно Потому что Человек был Все-таки Очень талантливый Вот И конечно Поэтому Возникает Этот конфликт Писатель Тогда уже Для русского человека Должен быть Оракул Он должен быть Мессией Он должен быть Оракул Он должен Говорить истину Вот там Телевизор Кино Газета Это все врет Это все Работает на власть Это мы знаем Иногда мы Притворяемся Что верим Иногда мы вдруг Деповерим Но в целом Есть недоверие Такое Ко всему Что исходит Как бы сверху вниз А писатель Он Рубит правду матку И Поэтому Если писатель Вдруг Успешен То есть Выясняется Что он Не Не безгрешен То есть Он думает О деньг У него есть Какой-то материальный интерес Начинается конфликт Подожди Секундочку Оракул Он должен быть Чуть ли не бесплотен Он должен быть Точно не про бабло Оракул должен быть Про истину Если ты где-то Зарабатываешь Бабло Это значит Что ты не Не думаешь Только о том Как нам Открыть глаза На что-то Это значит Ты думаешь И о том Что тебе кушать На что тебе Одеться На чем тебе кататься Где тебе жить Wait a second Это не настоящий писатель Это наебалово Поэтому Любой писатель В нашей стране Который коммерчески популярен У нас сразу говорит Продался Коммерческое говно В Америке Этого конфликта нету Нету В Америке Может быть Писатель Талантливый И успешный Никто не считает Деньги Брэда Истн Элис Хотя он Как бы истеричка Там И все такое И провокатор И хулиган Но если он вдруг Заработал денег Это как бы его Деньги наоборот То есть нет ничего Зазорного в штате Для того чтобы В том чтобы ты Был как писатель успешен У нас Ты не можешь быть Успешный это В какой-то степени Антоним Великий Великий Да Успешный Великий Успешный Ну то есть как бы Надо страдать Ты на каторге был А ты нищенствовал Тебя пытались Расстрелять А тебя пытались Расстрелять Повесить хотя А ты вот То есть такой персонаж Как Калифорникейшн Типа Хэнк Вот мне он очень близок Вот ты на него похож Если бы делали адаптацию Надо чтобы ты снимался Да нет Ну и даже по образу жизни Немножко Да реально То есть Немножко Чуть-чуть Чуть-чуть На полушечке Не то что прям Ну это ахрен Я тебя смотрю Ну ты Хэнк Ну спасибо То есть мне по образу жизни Конечно Ну пока жизнь Не заставит меня На урановые рудники Мне бы хотелось Образ жизни Скорее как у Хэнка Такой вопрос А вот скажи Хэнк Муди Это Чарльз Буковский На самом деле Ты же спиздили У него персонажа Да ты думаешь Я вот наоборот читал Что Чарльз Буковский Вообще не бухал Чарльз Буковский Очень бухал До 70 лет Слушай я читал Потом он попал В руки новой жене Которая его заставила отказаться Но у него Ты читал его книжки? Он про Винчик 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 Да 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 И скачки 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 бабы Да И бабы Но я читал Я читал интервью С его редактором Который сказал Что Да все вообще не так Да это святой человек Я сказал что Ну я его пьяным Никогда не видел И у него было прикольное правило Всегда писать С 10 до 2 ночи Все Ну во-первых Если его редактор Не видел пьяным Это Вообще блядь Ни о чем не говорит Они просто пересекаются Раз в год Да они пересекаются Он приходит такой Я тебе текст Вот все И уходит Ты кстати пробовал писать пьяным Нормально? Я пробовал конечно писать пьяным Но получается не очень Не очень? Ну может только эмоциональные сцены Вот где надо типа И там диалог какой-нибудь Расписать Ну просто дело в том Что в отличие от поэзии Скажем как я себе это представляю Потому что я совершенно К поэзии никакого отношения не имею В прозе очень много архитектуры Все надо выстраивать Надо вот к тому моменту Который у тебя вот здесь Там в такой главе подвести Что-то вот сюда Может быть очевидно Не очевидно Сюжетные линии сплести Да Это нужно вести трезвую Это очень много калькуляций Это продумывание Мотивации персонажа То есть это трезвый Такие на трезвяк Можно какую-то короткую форму Спринт Да А марафон невозможно По пьянке сделать Может быть где-то ты Тебе нужна какая-то Исповедальная история Или ты хочешь Эмоциональный диалог Написать между героями И ты Ну зажат слишком для этого Можно чуть-чуть Но я буквально За 20 лет На литературной деятельности И это дело может Два или три раза Винишко? Нет, вискарь Вискарь, понятно Не, ну ты кстати круто сказал Что где очень много Архитектурной деятельности Там надо быть прям Черткими А ты вот когда пишешь шутки Нет, нет, только трезвые Только трезвые? Нет, я считаю, что Нет ничего лучше трезвости Когда ты что-то делаешь Именно в том Тоже из соображения архитектуры Да, все должно собираться Кликать, крутиться Нет, из соображения Адекватности Наверное какое-то Что-то Достоверности Адекватности Адекватности Не, ну это типа странно Ну тебе надо быть Сверх адекватным Ну реально архитектура Это все надо ввести Скажи мне Вот я все хочу спросить А вот почему Ну как вот ты считаешь Мы очень хорошо поговорили Про советскую фантастику Где она была таким вот Свободным местом А сейчас вот в России Что с фантастикой? Ну, значит Что в России с фантастикой? Во-первых Надо сказать Что мы с фантастиками Друг друга не любим Это несомненно Вот, это раз Два Это то, что фантастика Всегда Как было отмечено ранее Это способ сбежать От реальности И реализовать нереализованное Да И поэтому так популярны Книжки про попаданцев Про попаданцев Потому что это Альтернативная история Ты знаешь книжку про попаданцев? Ну это типа Жил да был простой чувак Который служил там Допустим где-то В десантуре или в ФСБ И он попал в прошлое Зная все Что уже как произойдет И там допустим Не позволил Советскому Союзу развалиться А, ну да Ну я понял Или там Спас русскую империю Российскую империю Или там допустим Наши танки дошли до Лиссабона Они остановились там Где-то там В Восточной Германии Вот так далее То есть Зафиксил историю В нашу пользу Преимущественно Это всегда Какой-то В то или ином виде Имперский проект На самом деле Первый конечно Пример попаданца Это Янки Придворя короля Артура Марка Твена Который попадает С пулеметом К двору короля Артура Да Ну ты знаешь Просто смотри Я читал книжку По-моему Луис Прек де Камп Вот у него тоже было Про Ой я в детстве тоже читал эти книжки Собрал библиотеку всю Север-запад Я читал Лавкрафта Про то что я тоже читал Лавкрафта Лавкрафт тоже И Варкрафт Нет И там была Там был роман Называется И не опустится тьма Где чувак попал В Римскую империю И не дал Ну типа наступить Варварам Темным векам И знаешь как он это Не дал наступить Вот Мне очень нравится эта книга Потому что она вот Предвосхищает Вот это Во всех этих историях Чуваки попадают С сознаниями А желательно чтобы у них С собой был пулемет Или бригада Или там Ракетомет Ракеты А этот чувак Сделал с помощью Умножения в столбик Дело все в том Что римские цифры Было очень сложно умножать Он приехал с арабскими И типа У людей Которые занимались Банковским счетом Там Свести там Какую-то Счет-фактуру Занимало несколько суток Он стал это делать Там за 10 минут И очень быстро Ну построил империю Я подумал Что из того Что тебе нужно в прошлом Блять Реальное умножение В столбик Это охуенно Вот то есть Тебе не нужны ракеты Для того чтобы сохранить Римскую империю Тебе нужно было им просто Это страумно Привести Умение умножать Но Попаданцах не так Умножение не спасет Советский Союз Только блять Вот Ядерная ракета Взятая с собой Ну это Это определенная наивность Просто Главная проблема Отечественной фантастики Это не тематика Тематика Ну скажем так Люди хотят это читать И для них это пишут Люди Которые хотят Сами прочитать Ты хочешь Представить себе Ну опять же С моей точки зрения Это все Возвращается к кризису Самоуважения Который есть сегодня У среднего Русского человека Потому что государство Говорит Пошел ты нахуй Блять Русский человек Мы без тебя Отлично обойдемся Чиновники нашлют нахуй Каждый день Как бы И стелек нашлют нахуй С некоторых времен Прямо открыто Ну я примерно Так вот Сейчас если нашли нахуй Им обратно нельзя говорить Да Это Это уже неуважение На самом деле Вся эта история Это именно Про уважение Любому человеку Для того чтобы нормально Себя в жизни чувствовать Нужно чувствовать Что его уважают Не только Упомянутые лица Инстаграма Ищут уважение У других И требуют подтверждения Этого Но любой человек Ему для того чтобы Нормально функционировать Нужно не просто жрать Как бы спать И тракться Ему нужно ощущение Что у него есть Определенный Статус репутации И уважение других людей Но наша система Не дает никакой возможности Почувствовать уважение К себе И ты тогда Замещаешь это На то что Зато нас Как империю Как державу Да Уважают и боятся И мы часто путаем Уважение и страх к себе Уважают И боятся Значит уважают Это же Да разные вещи Да это разные вещи Да потому что допустим Америку допустим Боятся уважают А Францию уважают Но не боятся Да Можно уважать и не боятся И ты через это Ну как бы Через вот именно Через К чему все это было К тому что Современная российская фантастика Это занимается Обслуживанием Довольно понятных Механизмов Да даже не механизмов Довольно понятных потребностей И в этом смысле Она больше похожа На порнографию Потому что порнография Занимается обслуживанием Определенных потребностей Очень успешно И довольно успешно Вот И тут то же самое И в этом смысле Я кстати хотел спросить Тебе не кажется Что вот Ты заговорил про страх Что вот мы живем В эпоху Какого-то культа страха Ну это Нет культа страха Есть необходимость Держать Население под контролем Значит Есть много способов Держать население Под контролем Конечно Но самый проверенный Из них Создавать иллюзию опасности Вот хуй знает Абсолютно В короткую Возможно В короткую Но типа На короткой дистанции Страх заебись работает Но страх же изнашивается Что сейчас мы и видим В какой-то момент Просто говорить Там враги Вот лидер Давай топим за наших Перестает работать И тебе говорят Блядь Хамить нельзя Вот тебе по щам Будет тебе штраф 3000 рублей 10 тысяч рублей Или там 15 суток Потому что уже просто Как бы Страх Вокруг внешней Какой-то угрозы Ну что такое страх Тебе говорят Там там чужие Там черные Не знаю Такие Сякие Американцы Хачи Жиды Не важно кто Другие Такие как мы Да Они хотят нас Взорвать Расчленить Купить А поган Пидорасы Кстати Тоже не в последнюю очередь Они нас хотят Изнасиловать Самые опасные Самые опасные Из всех перечисленных Вот Или там Жиды-пидорасы Ну вот Такие Кроссоверы пошли Знаешь Я должен заявить Да что я по папе еврей Поэтому как бы Это я Только Черный Только нигер Можно назвать нигер Нигером Значит вот И значит Наличие внешней угрозы Во-первых Подавляет Возможность критического мышления Потому что людей Они впадают в панику Высвобождает агрессию И Отключает В принципе Персональный мышление Логику Те говорят Вот это значит Это враги Они тебе И твоей семье И детям Они Хотят вас всех Размельчить И уничтожить Помнишь Мы обсуждали Недавно Книгу Орелла 1900 Там живут Пролы Вот эти Которые Обычные люди Там же Прикольно написано Что их просто Периодически На них сбрасывали Какую-то ракету Просто Периодически Просто Периодически И все Прилетало Чтобы они все В тонусе В тонусе страха Прикладной вопрос Да Как ты прокачиваешь Своё воображение Вообще в целом Ну у тебя есть какие-то Не знаю Ты много смотришь Много читаешь Много размышляешь Ну да То есть я не верю В наркотические вещества Я считаю Что это никаким образом Не помогает прокачать воображение Просто как бы Ну логично Вопрос Скажите А что делаете для этого вы Но И главное Мне кажется Что любые озарения Которые на тебя Под алкоголем Снисходят Это как Ты во сне Тебе кажется Что-то очень интересное И классное Но ты прознулся Понимаешь Это полный бред Не я вообще Вот даже Задавая этот вопрос Даже это не имел ввиду Ну ты знаешь Мне кажется Что Просто смотри Вот у профейнмана Был такой замечательный физик Фейнман Он как-то пришёл В лабораторию А там аспирант И он ему говорит А вы что тут С самого утра Аспирант Типа бля Я сейчас покажу Что я охуенный Да здесь с самого утра То есть Говорит Эксперименты делаете Да говорит А днём Я здесь и днём А вечером Я вечером поздно ухожу Он говорит Ну вы хуёвый тогда аспирант Когда же вы думаете Понимаешь Вот Вот этот вопрос Именно как ты прокачиваешь Ты просто Например садишься И такой Нет ну смотри Значит Что касается вдохновения То конечно Это Жизненная ситуация И Разговоры с другими людьми И я Очень общительный человек И поэтому Ну как бы там Ну с молодёжью В смысле с женщинами Много С молодёжью Чтобы Чтобы как-то Оставаться на волне Ну там Часть легального возраста Конечно Вот Значит Кроме того Читать Помогают старшие товарищи Которые уже померли Но они Те вещи Которые кажутся Оригинальными Конечно Они давно уже Открыты до тебя Но ты можешь Перенести их На новую почву Вечные темы Переложить на Новые какие-то Социальные условия Типа Как в музыке Сэмпла Как в музыке Сэмпла Или как в музыке Ремикс Или какие-то Ну такие вещи Старых вещей Интерпретации Старых вещей Каких-то Которые позволяют тебе На новом языке Для нового поколения Старые темы Формулировать Потому что человек Внутри Он не меняется Сто тысяч лет Люди остаются Тем же самыми людьми И внешне внутренне То есть ты много читаешь Да? Я достаточно много читаю Не сказал бы Что я очень много читаю Но я стараюсь Во-первых Точно следить С какими-то актуальными новинками Потом я разумеется Смотрю Ну и Трудно сказать Что именно тебя вдохновляет Ты знаешь Вот мы поговорили о том Что литература Это архитектура Но как ни странно Лучшие вещи Они под сознанием Тебе подгоняются То есть ты сидишь Тужишься Тужишься Распишешь свою мысль Чтобы не потерять ее Выстроишь какие-то связи И вдруг приходит Парадоксальное решение Которое Оказывается Наиболее точным И которое Не А плюс Б Равно С А вдруг Игрек какой-то Появляется Который на все Твои вопросы Дает синхронный Какой-то ответ Я думаю Что если Ну как ты Как креативщик Ну я думаю Что ты с этим Сталкивался Откуда это приходит Ну значит Люди типа Дарья Донцова Или Аллегро И говорят Что это Господь Водит их рукой Конечно это не так Есть сознание Это тонкий слой Да Это там условно Ты живешь там В избе У тебя есть потпол И есть там изба А вот изба Здесь ты все расставил А потом Или колодец Что там происходит Непонятно Но все Что ты там Не доелся Ты туда как бы Сбрасываешь И там что-то такое Бродит И вдруг А тут что-то вылезает Но я думаю Что Как во снах Нам являются Вещи Герои Предметы Темы Сюжеты Которых мы В душе не имеем Что это такое Откуда Это как я Что это за места Что это за люди Что это за приключения Откуда Это все Ты и твое Твое подсознание Которое там Может быть На 10 этажей вниз уходит Вот ты живешь В этой избе На один этаж Под крышей И столом А на 10 этажей вниз Уходит по спиральной лестнице Где-то она прерывается И дальше Просто какие-то Голые стены Склизки Что-то Что тоже ты И что в большей степени Чем ты Чем вот этот вот Верхний надстроенный Этажик И ты Сгребаешь себя Все прожитое Продуманное Недодуманное до конца Прочувствованное То что ты О чем ты не хочешь думать Те мысли Которые ты себя гонишь Все сваливается вниз Бродит И оттуда появляется Что именно тебя вдохновляло? Ну я Ну Знаешь Я имею ввиду Даже не про вдохновение Потому что это все-таки Какие-то фразы Типа вдохновение Музыка Вот я считаю Что это работа подсознания Да Да Я имею Ну тут мне кажется Тоже вопрос ремесла Я имею ввиду Знаешь Что Как ты прокачиваешь Своё воображение Ну допустим Я там стараюсь Много читать Много слушать музыки И самое главное Много типа думать Да Вообще просто Размышлять Как ты сейчас сказал А вдохновение Это какое-то такое Ну типа Это же не вариант Ну Знаешь Ну А писать Типа О И начать Во-первых Я не очень продуктивный парень У меня за 20 те лет Которые Я просто рано начал Вот Поэтому спасибо Что мне сказал Что я не очень пожилой Я действительно Вот мне 40-40 Это исполняется В этом году Это такой тревожный Возраст Конечно Значит Что я хотел сказать Я хотел сказать Что Что я хотел сказать Ты хотел сказать В этот возраст уже Бляжь Мы просто дошли До волнительных вещей Видишь То есть Вещь которая тебя волнует Она сразу Нет Я короче не верю В творчестве Вот всю эту тему Муза Озарение Вдохновение Ну типа Ты сел писать Ты много думаешь Ты думаешь Думаешь И в итоге Что-то получается Это правда Скажи так Когда я нахожусь У меня есть стадия в проекте И стадия проекта кончена Да Вот То есть Я работаю Сверотачиваюсь Сижу Сколько-то Полгода Год Полтора года Да И когда ты думаешь О чем Тебе приходит решение Но они приходят Скорее решение Чем озарение Да Решение Но они приходят Не обязательно в тот момент Когда ты сидишь И вот здесь над компьютером Да Может быть ты бросился Пошел гулять Или ты сидишь Не знаю Или там с утра Пошел в душ И тебе там Не знаю Отлично Кстати Работает душ Рекомендую Открывается Душ Это самое Открываются Да Вот эти все Сосуды в шее Шейном отделе Я уверен Что наверное Ключевые вещи Ты придумал Не за столом Не за столом Нет Это как бы И как я вот сказал Некоторые сцены Они там приходят В полусознательном состоянии Во сне даже Какие-то вещи мне приходили Финал Книги будущие Например У меня есть такая Про мир бессмертных людей Вот Там Это вот буквально Мне приснилась история Я думал Думал И перебрал Там 10 финалов Ни один мне не казался Убедительным Достаточно ярким И потом Буквально Пробуждаясь На следующий день Я увидел сцену Которая должна быть И она все вопросы решила То о чем я говорю То есть ты пытаешься Простроить это все Рассчитать Математически Это потому что Перед самым моментом Пробуждения Или засыпания Ты расслабил сознание И как раз Вот врывается Вот это подсознание Оно часто выносит Какие-то неожиданные Вот именно подсознание О чем я и говорил Что вот это вдохновение То есть я не мистик И я это склонен Написывать не тем Что Как значит Господь отвлекся от руки Олег Роя переключился на меня И поводил Немножечко секунду-другую А тем что просто Из всего того Что я накидал туда В эту квашню закрыл Оно перебродило И вот Такой взрыв метана Произошел Понимаешь И вот Получилось Один раз хорошо Скажи как ты считаешь Язык определяет сознание Язык безусловно Определяет сознание Разумеется Ну просто вот Ты смотрел фильм Прибытие Или читал Рассказ Они дотянули немножко Нет я не читал рассказ Но я смотрел фильм Давайте Не Я видел просто Знаешь Я видел критику Есть такой знаменитый Американский драматург Дэвид Меммед Театральный драматург И киндраматург И он Пишет В общем вернее Рассказывает Анализирует Фильм Прибытие Что на самом деле Там ничего не объясняется Про этот язык Это типа Есть придумка Ну каляка-маляка И вот так И заодно Она научилась там Временем управлять Это все Как бы Такую бредотон Немножко То есть Заявка есть Но прожить нам Это Не далее Ну Понимаешь И поэтому Реализация ничего Но идея забавная Я просто говорю На разных иностранных языках Я могу сказать Что сознание Меняется Вместо того На каком языке Ты говоришь Разумеется Там меняется И тембр И меняется И мимика И меняется Образ мысли Меняется Даже вот Учитывая что русский У меня настоящий родной Остальные просто иностранные То есть я не Билингва Я не человек Выросший С двумя языками В голове Конечно Язык очень определяется Язык программирует Больше того Есть же истории Когда на самом деле Маугли То есть ребенок Которого там вырастили Допустим Обезьяны Волки Или лоси Он До определенного возраста Только может интегрироваться В человеческое общество Если его нашли после 6 лет Он никогда не станет Полноценным ребенком Потому что язык Не просто инструмент Но это вещь Которая развивает сознание Умение говорить До определенного возраста Оно очень серьезное Дает стимул К развитию сознания Люди Которых не научили Говорить в детстве Они на всю жизнь Останутся придурками Это научно доказанный факт И были исследования Найдены действительно в Индии То есть это же Трустори Детей Которых там воспитывали Дикие животные Они После определенного возраста 6 по-моему лет Они больше никогда Не доразовьются До того Не эмоционального уровня Не тем более интеллектуального уровня На котором находится Обычный человек А Маугли сколько было лет? Спроси сколько было Маугли лет? Алиса Сколько было лет Маугли? 12 лет Алиса Что такое гипотеза Сепира-Ворфа? На wikipedia.org Есть такое Ответ Гипотеза лингвистической Относительности Предполагает Что структура языка Влияет на мировосприятие На зрение его носителей А также на их Когнитивные процессы Лингвистическая Относительность Широко Все, спасибо Ну, так как Алиса Все, спасибо Ну, знаете Спасибо, спасибо Ну, вот я разговариваю На двух языках На своем родном Остинском и на русском И мне кажется И там, и там И одинаковая личность Да? Просто вот Смотри Ну, вот ты сейчас говоришь Что меняется сознание Смотри Ты не инопланетянин Типа сразу Ты такой Заходишь домой Разговариваешь на Остинском Тебя не узнают Типа Переходишь на русский Рост выше Там, знаешь Борода сразу гуще Гуще Нет, просто смотри Это забавно Что я, например Вот То, что ты говоришь Про прибытие Это мне все почти говорят А я вот про эту гипотезу Соответственно Я не знал Прибытие Это фильм какой-то Про инопланетянин Там очень проста Дени Вильнёв Да, там при телеатланчанин Где надо Дени Вильнёв Не Блул Ну, который Он снял Блэйдранер новый Блэйдранер новый Да, да, да И он снял Сикарио С Абенича Дель Торо Где он там Вторая не очень Вторая не он снимал Первая, первая Отличная Вот Первая отлично И там как раз В стенах там Вот Да, да, да А ты смотрел Патруль? Патруль не видел Вот Патруль Охуительно Там тоже мексиканцев Показали Наркоз Наркоз хороший Хороший Я хотел рассказать историю Про Брэйкн Бэт Подождите Это очень Про Брэйкн Бэт Отличный Во все тяжкие Во все тяжкие Все знают Да Я не знаю Насколько это правда Но среди всех людей Телевидения Сходит эта история Что в какой-то момент Россия-2 Закупила много франшиз И там в пакет попал Брэйкн Бэт Да И дали там Задание там Сценаристам Ну типа Адаптировать его Как-то Да Там по адаптации А редактор Россия-2 Кто это принимает Она ну Как бы не сильно знает Что такое Брэйкн Бэт И так далее Ей начинают Короче Принесли то сценарий Вообще там Вообще всего И она начинает Их позвала Говорит Ребят Ну вот я почитала Типа Ну типа Ну смотрите Давайте пройдемся Учитель химии Это сразу нет Физик Физика наша тема Физик Потом варит наркотики Нет Этого не будет Сгущенку варит Нет Она говорит Ничего не Квас Нет Квас Варит квас Квас Да Она говорит Ничего не делает Ничего Сажает помидор на дачу Потом смотрите Сын инвалид Это нереально Это никто Это сразу Оттолкнет зрителя И так далее Сын спортсмен Жена бухгалтер Вот эту линию Развивайте Оху И так появился ДРК Схцепец Вот эту линию Развивайте Я хотел закончить Свою мысль Просто Вот эта гипотеза И этот фильм Мне очень понравился Я в конце Там прям вообще Чуть не плакал Потому что Я про нее знал И для меня Вот то что произошло Было понятно Что условно Прилетели инопланетяне Они дали свой язык Ты выучил язык У тебя изменилась Когнитивная Когнитивная способность И ты такой типа Все я вижу будущее И соответственно Так твоя жизнь сложилась Поэтому мне как раз Показалось Что это было Офигенно интересно Нет метафора Классная Идея классная Просто Ну просто Она не развита То есть непонятно Как это происходит Трудно в это поверить Вот что Она стала Время останавливать Что она там Стала во время путешествовать Что-то она там С девочкой Не-не-не Она просто стала Видеть все сразу Там же очень крутая история Но если кто Не смотрел Сорян спойлер Там типа Моменты с ее Дочерью И ты в конце понимаешь Что это момент Из будущего У нее дочь умирает От какого-то заболевания И ты вдруг видишь И она типа Поняла все это И все равно С этим мужиком Ну там С этим персонажем Решает быть Несмотря на то Что она знает Что она знает Что дочь родится И умрет Да Окей Запизделись Спасибо большое Давайте Какую-нибудь Эту песенку Поставим Поставь какую-нибудь Песню Не знаю Поставь какую-нибудь песню Слушайте Я хочу группу AltJ Скажи только Алиса Алисочка Алисочка В кабинете Пожалуйста Поставь там музыку AltJ Что-нибудь Такое веселенькое Женетверждающее Включаю AltJ